Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Бахтияров Камир Рафаэльич. Я врач-акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор. Сегодня хотелось бы поговорить о таком интересном заболевании, как эндометриоз, а именно эндометриоз и беременность. Все вы, наверное, хорошо знаете, что эндометриозом называется патологический процесс, при котором ткань, подобная эндометрию, формируется вне своего нормального расположения. Данный патологический процесс характеризуется нарушением гормонального и иммунного гомеостаза. По праву, эндометриоз считается загадкой 21 века и занимает примерно третье место в структуре гинекологических заболеваний после воспалительных заболеваний и миомы матки. Существует около 11 теорий возникновения данного заболевания, но, к сожалению, ни одна из этих теорий до конца не объясняет происхождение этого патологического процесса. Достаточно вариабельная клиническая картина данного заболевания. Если мы рассмотрим внутренний эндометриоз матки, то это обильные маточные кровотечения, приводящие к снижению гемоглобина. Если мы рассмотрим наружный генитальный эндометриоз, то большинство пациенток – это молодые девушки, приходящие к врачу-гинекологу с жалобами на синдром хронической тазовой боли или бесплодие. Немного статистики. 176 миллионов женщин репродуктивного возраста страдают этим заболеванием в мире. У 30-50% женщин с эндометриозом возникают проблемы с зачатием. Частота встречаемости бесплодия у данной группы пациентов примерно 46-48%. У 50-60% больных с наружным генитальным эндометриозом отмечают нормогонотропную недостаточность функций яичников. Каждая четвертая женщина с эндометриозом страдает привычным невынашиванием. Вот такая неутешительная статистика. Что касается патогенеза данного заболевания, то он достаточно сложный и до настоящего времени до конца не изученный. Какие ключевые моменты здесь присутствуют? Это гормональный дисбаланс. Известно, что эндометриоз – это заболевание активно менструирующих женщин. Соответственно, фактор гиперэстрогении влияет достаточно серьезно на распространение этого заболевания. Присутствует также дисфункция иммунной системы, потому что клетки эндометрия, попадающие в брюшную полость, приживаются на брюшине и начинают свое развитие. Но, как известно, 90% женщин менструируют брюшную полость, и только у половины из них развивается эндометриоз. Поэтому фактор иммунных нарушений присутствует при этом заболевании. Как вы знаете, эндометриоз делится на две большие группы – генитальный и экстрагенитальный. Мы, как врачи-акушеры-гинекологи, имеем дело с генитальным эндометриозом, который, в свою очередь, делится на внутренний эндометриоз и наружный. Эндометриоз внутренний – это эндометриоз тела матки, его перешейка. К наружному эндометриозу относятся эндометриоз шейки матки, эндометриоз брюшины, промежности, яичников, маточных труб, прямокишечно-маточного углубления. В течение последних 50 лет разработано около 10 различных классификаций этого заболевания. Однако, ни одна из этих классификаций не является универсальной, что представляет определенные сложности в лечении данного патологического процесса. Эндометриоз – достаточно многоликое заболевание. Опять-таки, если мы рассмотрим две группы больных, это пациентов с внутренним эндометриозом, для которых характерны обильные маточные кровотечения, приводящие к снижению гемоглобина, и, соответственно, анемичные больные, которые страдают в том числе и синдромом хронической усталости в связи с этим. И также пациенты, молодые, которые обращаются чаще всего к врачу-акушеру-гинекологу с болями в нижних отделах живота, с синдромом хронической тазовой боли, нередко эндометриоз может симулировать воспалительные заболевания. Вернее, воспалительные заболевания могут симулировать эндометриоз. Как же все-таки влияет данный патологический процесс на беременность? Этот вопрос занимает умы многих ученых, и до настоящего времени нет четкого ответа на поставленный вопрос. В свое время была получена информация, а именно в 1952 году Гайни сообщил о том, что у небольшого количества женщин, обследованных после родов, отмечено объективное улучшение. Субъективно у 80% женщин было отмечено уменьшение жалоб, связанных с эндометриозом. Данные о положительном влиянии беременности на течение эндометриоза не подвергались сомнению до конца 60-х годов. После 60-х годов появились также другие данные, наоборот, об отрицательном влиянии эндометриоза на беременность. Так, частота эндометриоза яичников во время беременности увеличилась почти в 4 раза. Это самая частая опухоль, которая образуется во время беременности. Размер кист увеличился до 20%. Беременность также может увеличивать риск перфорации различных тканей. Описаны случаи в литературе массивного кровотечения из кишечника. Однако, в течение последних 10-15 лет практически не было публикации о влиянии беременности на течение генитального эндометриоза. В 2016 году были подведены итоги очень интересного 30-летнего шотландского исследования, охватывающего более 14 тысяч участниц. Согласно этому исследованию были получены следующие данные, что эндометриоз увеличивает риск преждевременных родов в 1,3 раза. Увеличивает риск эктопической беременности в 2,7 раза. Увеличивает риск предлежания плаценты в 2,2 раза. Увеличивает риск самопроизвольного выкидыша в 1,8 раза. Согласно этим данным мы видим, насколько эндометриоз неблагоприятно влияет на течение беременности. Одну из серьезных проблем у пациентов с наружным генитальным эндометриозом представляет собой привычное невынашивание. Так, согласно данным Гермалинской, у 23% женщин с наружным генитальным эндометриозом отмечалось привычное невынашивание. Наружный генитальный эндометриоз – это одна из основных причин невынашивания. Примерно 80% случая. Причем 83% выявлен эндометриоз 1 и 2 степени. Для 97% женщин характерно было прерывание именно в первом триместре. Опять-таки, возвращаясь к данным о привычном невынашивании, у 50-60% больных с наружным генитальным эндометриозом отмечалась нормагонадотропная недостаточность яичников, то есть снижение уровня прогестерона. У 8 из 10 пациенток – недостаточность лютеиновой фазы, а у 2 пациентов из 10 наблюдалась аннувуляция. Снижение уровня прогестерона ставило под удар благополучие гестационного процесса. Формировался неполноценной эндометрией. В связи с этим риски прерывания возрастали. Как я уже ранее говорил, эндометриоз характеризует нарушение иммунного ответа. При данном заболевании у пациентов повышается уровень цитокинов, макрофагов, Т-лимфоцитов, фактора некроза опухоли. Нарушается клеточный иммунитет, соответственно, это приводит к хроническому системному воспалению, что в свою очередь ведет к тромболитическим либо воспалительным процессам в маточно-плацентарных сосудах, пролиферации синцитетрофобласта. Одним из интересных пунктов по изучению эндометриоза явилось изучение ламинина как ключевого компонента базальных мембран у пациентов с эндометриозом. В 90% образцов эндометриоидных гетеротопий, в том числе на брюшине, выявлены мРНК разных цепей ламинина. Повышенный уровень ламинина и высокие титры антител к нему связаны с более высоким риском резорбции плода, снижение его веса и снижение массы плаценты, что, соответственно, неблагоприятно сказывалось на беременности. Также, по данным литературы, наблюдались случаи разрыва матки после операции при аденомиозе, особенно при диффузных формах. Это именно то состояние, при котором приходилось производить такую операцию, как миометректомия, то есть достаточно сложная и калечащая операция для пациентки, которая в перспективе планирует беременность. Но на настоящий момент при диффузной форме аденомиоза у данных пациенток это считается самой современной операцией. Недавние публикации описывают разрывы матки во время родов, после предыдущих операций по поводу кистозных форм аденомиоза. Опасность разрыва матки следует учитывать в дальнейшем уходе за пациентками, особенно когда операции привели к большим дефектам миометрия. В таких ситуациях оптимальная толщина миометрия после резекции должна составлять 9-15 мм. Помимо разрывов матки, эндометриоз также ведет к инфицированию и разрыву эндометриоидных кист яичников, гемо- и уроперитониуму. Риск осложнений эндометриоза особенно высок во второй половине беременности и во время родов. Что же является залогом успешной протекающей беременности, ее грамотного планирования? Давайте рассмотрим несколько пунктов. Первое – это, конечно же, лечение эндометриоза, вернее сказать, диагностика эндометриоза и лечения до наступления беременности. Второе – это комплексный подход к лечению, то есть сочетание как хирургических, так и консервативных методик. Адекватная оценка шансов забеременеть естественным путем. Определение четких показаний к применению вспомогательных репродуктивных технологий и профилактика прогрессирования и рецидивирования эндометриоза. Как известно, лечение эндометриоза должно быть комплексным, используются как хирургические, так и медикаментозные методики. Известно, что в хирургии золотым стандартом диагностики и лечения эндометриоза, именно наружного генитального эндометриоза, является лапароскопия с гистологической верификацией диагноза. Что мы добиваемся и что мы получаем при лапароскопии? Конечно же, это очень хорошая визуализация очагов эндометриоза. Это определение степени распространения данного процесса. Это минимальная травматизация тканей во время операции. И, естественно, более быстрая реабилитация пациенток за счет сниженной кровопотери и малой травматичности. Рекомендации. Лапароскопическое хирургическое лечение эффективно снижает болевые симптомы по сравнению с диагностической лапароскопией. Во время хирургического лечения может проводиться как эксцизия, так и аблация очагов эндометриоза для снижения связанной с этим состоянием боли. Удаление очагов глубокого инфильтративного эндометриоза приводит к купированию боли и улучшает качество жизни пациенток с эндометриозом. Лапароскопическое хирургическое лечение улучшает частоту наступления беременности при минимально легкой форме эндометриоза по сравнению с диагностической лапароскопией. Какие же условия нужны для проведения операции? В первую очередь, эти операции проводятся на 5-12 день менструального цикла. Риск развития рецидива в этой ситуации снижается в 2 раза. Какие виды хирургического лечения существуют? Вернее, какие виды хирургических энергий используются? Ну, конечно, в первую очередь золотым стандартом при эндометриозе, при лапароскопических операциях является использование монополярной и биполярной кауторизации. Также имеются данные об использовании лазерной аблации и различных методов эксцизии эндометриоидной ткани. Каждый из этих методов имеет свои плюсы и минусы. Но хотелось бы сказать, что монополярная и биполярная кауторизация – это основные методы лапароскопического лечения эндометриоза. Как должно производиться хирургическое лечение эндометриоидной кисты? Первый этап – это вскрытие кисты. Второе – опорожнение ее. Третий – это промывание полости эндометриоидной кисты. И далее – полная энуклеация эндометриоидной капсулы. Если же полностью капсулу энуклеировать не удается, то капсула должна быть разрушена. В большинстве случаев мы это делаем при помощи биполярной коагуляции. Частота рецидивов эндометриоидных кист в течение 2-5 лет после операции, согласно данным литературы, варьируется от 12 до 30%. Как известно, повторные операции на яичниках у женщин бесплодием должны выполняться по строгим показаниям. Доказан факт снижения овариального резерва, а именно уровня антимюллерового гормона после удаления эндометриоидных кист яичников. Доказано. Хирургическое лечение повышает частоту наступления беременности. Врач-акушер-гинеколог должен выбрать правильную тактику ведения пациентов с эндометриозом и бесплодием. При заинтересованности женщины с эндометриозом в беременности врач-акушер-гинеколог должен определить показания к проведению вспомогательных репродуктивных технологий. Эти показания следующие. Это сочетание наружного генитального эндометриоза с трубно-перитениальным фактором. Это фертильная сперма супруга, возраст женщины более 35 лет и безуспешность других методов лечения. Согласно французским исследованиям, влияние наружного генитального эндометриоза на исход беременности, наступившей в циклах вспомогательных репродуктивных технологий, были получены очень интересные данные. Вы видите здесь на слайде 113 беременных женщин, инициированных с помощью вспомогательных репродуктивных технологий с эндометриозом. И также 113 беременных женщин при наличии мужского фактора бесплодия. В группе пациенток с эндометриозом выше частота оказалась кровотечений в первом триместре, при экламсии преждевременных родов, тазовой боли и повышается частота кесаревого сечения. Все эти состояния могут достаточно серьезно отразиться на здоровье женщины во время беременности. Аденомиоз и исходы программ ВРТ Согласно проведенным анализам, у женщин с аденомиозом вероятность получения клинической беременности примерно на 30% ниже, чем у здоровых женщин. Даже если все-таки зачатие наступает, частота невынашивания беременности без аденомиоза составляет 14%, а при аденомиозе более чем в два раза больше. Хотелось бы обратить ваше внимание на медикаментозное лечение. Какие препараты мы используем и какова же цель гормональной терапии? В первую очередь это вызвать атрофию эндометриоидных гетеротопий. Каковы пути решения этой серьезной проблемы? Это в первую очередь системное гипоэстрогене, введение пациентку в состояние медикаментозной менопаузы. Также введение пациентку в стойкую псевдодецидуальную реакцию, которая должна продолжаться не менее 6 месяцев. Терапия подбирается строго индивидуально, исходя из гинекологического и соматического анамнеза каждой конкретной пациентки. Какие группы препаратов мы используем? Их достаточное множество. Конечно, в первую очередь это аналоги гонадотропин-релизинг гормона. Это оральные контрацептивы. Это прогистогены, ингибиторы ароматазы и антигонадотропины. Какие-то препараты используются более часто. Наверное, это агонисты гонадолиберинов и прогистогены. Каково действие агонистов гонадолиберинов? Ну, вы все знаете, что после связывания с рецепторами гонадотропных клеток происходит интенсивное выделение фолликулостимулирующего и лютунизирующего гормонов. Однако, продолжительное воздействие агонистов гонадолиберинов на гипофиз происходит утрата чувствительности гонадотропных клеток и к быстрому снижению секреции гонадотропинов, особенно лютунизирующего гормона. В связи с выраженным гипоэстрогенным эффектом терапия не должна превышать более 6 месяцев. На данном слайде показано, как применение агонистов гонадолиберинов способствовало наступлению беременности практически у каждой второй пациентки с эндометриоз-ассоциированным бесплодием. На данном слайде вы видите очень интересные данные. Это ретроспективный анализ наступления беременности после подготовки эндометрия агонистами гонадолиберинов у женщин с эндометриозом. Данные получены Великобританией в 2011 году. На слайде вы видите эти данные. Это доказывает, что при эндометриозе воздействие агонистами гонадолиберинов на эндометрии и низкий уровень авариальных стероидов может привести к лучшим условиям для имплантации и более успешным исходам беременности у данной группы пациентов. Пути усиления. Какие же существуют пути усиления лечения пациентов с эндометриозом агонистами гонадолиберинов? Здесь показана очень интересная схема сочетания агонистов гонадолиберинов с add-back терапией заместительной. Что такое add-back терапия? Это терапия, которая направлена на снижение симптомов гипоэстрогении. При этом агонисты гонадолиберинов оказывают свое действие. Это дает возможность применять агонисты гонадолиберинов в течение более чем 6 месяцев, что необходимо при достаточно серьезных тяжелых формах эндометриоза, при глубоких инфильтративных формах этого заболевания, при тяжелом болевом синдроме, не поддающемся терапии другими препаратами, при рецидивировании и персистенции очагов ретроцервикального эндометриоза 3-4 степени, до и после операции по поводу диффузной узловой кистозной формы аденомиоза, после реконструктивно-пластических операций на органах малого таза. Одними из современных препаратов, которые используются в терапии эндометриоза, является прогистогена. Типичным представителем этой группы препаратов, которые наиболее часто в настоящее время используются и рекомендуется, это диеногест. В дозе 2 мг в сутки индуцирует аннувуляцию на фоне умеренной супрессии функций гипофиза и подавления секреции лютонизирующего и фолликолостимулирующего гормонов. Доза 2 мг ежедневно, в непрерывном режиме в течение 6 месяцев, с последующей оценкой целесообразности лечения. В настоящее время в мире накоплен достаточно большой опыт эффективного и безопасного применения данного препарата в течение примерно 4 лет. Учитывая хорошую переносимость прогистогенов, минимальные метаболические эффекты и низкую стоимость, его можно рекомендовать для активного использования в лечении эндометриоза. В заключение хотелось бы отметить, что до настоящего времени ни одна из предложенных стратегий лечения эндометриоза не привела к его полному излечению и не позволила избежать рецидивов. В основных зарубежных и российских руководствах по эндометриозу представлены рекомендации по лечению болевого синдрома и бесплодия. Однако данные по ведению беременности на ранних сроках и по предупреждению невынашивания обычно отсутствовали. Лечение эндометриоза должно быть комплексным, включая хирургическое и консервативное гормональное лечение. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!